Привет, друзья! Я сегодня рассказываю про следующий прием Брехтовского театра, который мы используем в нашем цикле «Нео-мистерий», который театр «Другая опера» играет этим летом в Питерске. Этот прием называется «Историзация». Давайте вспомним, что такое символический театр. Символический театр – это театр, который говорит символами, знаковыми символами. Для каждого человека они одинаковы, потому что они одинаковы для человечества. Что такое символы? Любовь, ненависть, прощение, месть, страх, смелость и так далее, 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 далее. Как правило, эти символы связаны с эмоциями, именно потому что мы все про эмоции, нормальная психология человеческая про эмоции. Вот об этом говорит Брехтовский эпический театр. И Брехт говорит, что эти символы одинаковы для всех людей, потому что они одинаковы для человечества, и они абсолютно одинаково происходят абсолютно во всей эпохе, во всех странах, во всех городах, во всех местах действия, если мы говорим о театре. И вообще они одинаково случаются во всей вселенной. Поэтому совершенно не важно, где вы играете ваш спектакль. Место действия и время действия не имеют никакого значения, потому что есть символы, которые на все времена. Вот что такое символистский театр, ну, если говорить очень примитивным, нужно сказать. Ну, просто чтобы сэкономить время. И прием историзации непосредственно связан с этим определением. Потому что, ежели нам в хорошем смысле все равно, в каком месте и времени мы играем наш спектакль, если он одинаково может происходить во времена Короля Лира, в сегодняшней современности, и через 100-500 гукельонов лет в другой галактике, то тогда, а зачем нам одеваться в какие-то исторические костюмы? Вообще символистский театр не отличается вниманием к деталям. Я бы сказала, что он реалистской детали не терпит. А символистский театр говорит, а давайте мы, если уж нам так нужна эпоха, давайте не буквально музейные исследования, да, давайте не будем надевать, возьмем спектакль Моцарта и Сальери, которым мы играем в нашем цикле, давайте не будем надевать какие-то музейные костюмы, как золы 18 века, парики, давайте еще будем смотреть, как лежали кудряшки, давайте будем это изучать, какие банты были на туфлях, какие у них были там глуны на консолях и так далее. Это делает реалистский театр, и в реалистском театре это важно, потому что реалистскому театру важна реалистская картинка. Это круто, классно, весело и хорошо. Мы сейчас не сравниваем два стиля. Мы говорим о том, что символистский театр другой. Символистскому театру это не важно. Ему важна та картинка, которая будет наиболее полно отражать символ, про который говорится в этом спектакле. То бишь эмоцию, то бишь задачу, связанную с этой эмоцией, эмоциональную задачу, а там уж гляди и действенную, а там уж гляди и концептуальную и так далее, далее, далее. Вот о чем говорит символистский театр. Поэтому он говорит о том, что если все-таки у нас есть первоисточник какой-то, ну давайте хорошо наденем комзоны, допустим, на Моцарта и Сальери. Но если, я сейчас условно говорю, просто, знаете, рыбу даю. Если нам важно, что Моцарт белый, а Сальери черный, ну так давайте наденем на одного из них черный комзон, на другого белый. Давайте наденем на одного из них белый парик, на другого черный. Символистскому театру совершенно не важно, что черные парики не носили в XVIII веке. Или, допустим, для того, чтобы показать бунтарский характер Моцарта, давайте сделаем ему парик с ирокезом. Символистскому театру абсолютно не важно, что это не то, что носили реально в XVIII веке, потому что он не реалистский, просто потому что он про другую. Он про символы, он про характер Моцарта как раз, он про то, что Моцарт выражает собой на сцене, про ту эмоцию, про ту задачу, которую он несет, про категорию. Или символистский театр говорит, ну слушайте, эта история могла произойти в наше время? Один чувак мог завидовать другому? Ну мог, естественно. Так давайте их оденем в джинсы под консолами. Почему нет? Ну если они могли точно так же сидеть на нашей кухне, как и на кухне в XVII веке. Ради Бога, давайте наденем им джинсы. И вот это, казалось бы, для реалистского глаза сочетание несочетаемого и называется историзацией. Историзация – это когда мы придаем внешнему облику героев налет историчности. Определенные детали, которые больше важны для нас концептуально, как белый парик с Иракезом у Моцарта, чем в качестве музейного экспоната, который мы можем показать со сцены и сказать, посмотрите, дети, как вот тогда выглядели мужчины в XVII веке, или женщины, допустим. И историзация – это прием, который очень органично и мощно вписан в категории символистские, которыми говорит символистский театр, и которые, собственно говоря, и есть визуализация категории, да, бунтарский характер Моцарта, или их связь с тем, что это могло происходить в современности, в наши дни вот с этими джинсами, или там, не знаю, пускай они носят конверсы, или пускай они носят, я не знаю, там что, босиком пускай ходят на пляже, это могло произойти. Значит, историзация говорит, нам нужно, во-первых, сочетать несочетаемое, потому что, первое, это могло происходить всегда, и в XVIII веке, и в наши дни, и после наших дней. Поэтому давайте будем сочетать все эпохи, которые возможны в этом костюме. Второе, нам в костюме нужен, не костюм, нам в костюме нужна категория, которую олицетворяет, визуализирует этот герой. Поэтому давайте говорить к визуальными категориями. Вот что такое историзация. Когда это происходит на сцене, когда мы видим это действительно со сцены, это очень, как правило, это очень эффектно, и этот прием вызывает наибольшее количество споров и вопросов. Потому что вот здесь, знаете, не из-за этого приема, а потому что им зачастую, я не могу сказать, что неправильно пользуются, но его очень сильно эксплуатируют. Из серии «Слышали звон, мы не знаем где он». Вот что-то слышали об этом приеме, о том, что давайте будем сочетать комзолы и джинсы. Но ведь суть-то не в том, чтобы сочетать комзолы и джинсы, этого можно и не делать. А суть в том, чтобы показать категорию через костюм и связь всех эпох через костюм. Или связь тех эпох, которые важны для постановщика через этот костюм. А не в том, чтобы, знаете, так вот прямо что-то с чем-то сочетать. Ну, я хочу сказать примитивно, да, но действительно примитивно. Просто этот прием очень… Этот прием, он как бы думают, что он один из самых простых, но это понятно, потому что он визуальный. Он визуальный, этот прием. И он так напрямую визуален. И его очень мощно неправильно эксплуатируют. Другие приемы, они сложнее. Так вот, Брехт у нас не очень популярен, к сожалению. Поэтому мы про них так меньше знаем. А про этот прием знают очень много, только не то, что надо. Про него слышали очень много где-то. И вот поэтому считают, что можно делать все, что угодно. Нельзя делать все, что угодно. Если он сделан правильно, если он сделан про ту категорию, про которую нужно, если все влет в одну точку, этот прием суперэффектный. Вот, знаете, в одном из американских театров несколько лет назад пришла премьера цикла Небелунга, про критер Небелунга, которую весь этот цикл сыграли в стиле Брехтовского театра. И они, значит, в одном из спектаклей, там выходили на сцену, в дядьке все, все, которые мужские роли пели, они выходили в таких костюмах разных, ростовых кукол. Там кто был обезьяной, кто был там волком, кто был там зайчиком, кто был рисотом, кто медведем. Ну, в таких прям костюмах, и прям вот, когда башка надевается на голову вот эту вот огромную. Вот. А тетки все, они тоже там выходили в безумных каких-то вот типа вот костюмов, типа вот из детского театра. Причем какого-то такого безумного детского театра, вот когда вот в цирку ехала, клоуны остались. Вот. И это вызвало очень такой большой резонанс. Потому что люди, особенно те, кто не видели спектакль, и видят только фотографии, они говорили, что они там падали вон, говорили, что это такое, это вообще не Вагнер. Вагнер так не писал, по-моему, любимая фраза. Мы не знаем, как он писал, и вообще он был огонь. Вот. А люди, которые видели спектакль, этот спектакль был на самом деле очень классный. Они видели связь концепта и категорий, про которые говорил этот концепт, и вот этих, на первый взгляд, безумных костюмов. И это было на самом деле супер круто. Вот. И это и называется историзация. Потому что они сохранили там определенные детали. А потом, смотрите, Витя Вагнер, он писал в каком времени? В мифологическом. Мы что знаем, как там ходили в это время? Мы понятия не имеем. Оно вообще было, не было. Это миф. Он написал эпос. Почему они поставили в стиле Брехтовского театра? Потому что символизм, он очень близок к мифу, да, к мифологии Кэпс, такому чистому, и как бы это, то категории, и эта категория, ты сам Бог велел. Вот. И на самом деле, я говорю, это было, от этого было глаз не оторвать. Потому что они настолько точно, эти костюмы попадали в категории, которые отстворяли эти герои, что это было прямо сделано прямо вот в точку и прямо даже в зале становилось в некоторые моменты. Вот такой прием историзации. И, естественно, мы будем его применять в нашем цикле «Но его мистерии» в нескольких спектаклях. Пожалуйста, замечайте, в каких спектаклях он применен и какие персонажи его применяют, этот прием. И, как всегда, самому внимательному зрителю или зрителям, которые увидят все приемы, о которых я рассказываю, театр «Другая опера» приготовил специальный подарок. Приходите в театр, смотрите наш цикл «Но его мистерии» летом 2023 в Санкт-Петербурге.